Отлично встречаю Чувашия. Посмотрите-ка, сердца наши, сердца ваши, сердца женские, сердца мужские. Ой, только присоединение двух сердец. Нашла повод повнимать мужчину, правильно? Появляется юное поколение, а мы соединили два сердца. Вы посмотрите-ка, у нас ведь не просто два сердца соединилось, а получилась та территория, где живут эти два сердца. Это образ Чувашской территории. Стилизованный листочек дуба, который является составной частью герба Ставицы Чувашии. Мои дорогие, посмотрите. Ну а если соединить четыре сердца? Это мама, это папа, это дочка и это сыночек. Ну посмотрите, получается Чувашское солнце. Восьми лучевое. А своими сердцами мы показываем направление со всех четырех сторон света. И, конечно, во все времена года. Ну а самый солнечный человек, неважно какой ты национальности, это, конечно, мама. И руки распахнула мать, готовая утешить и обнять. Вот посмотрите, я в национальном костюме, чувашском костюме. И, мои дорогие, не просто женщина в национальном костюме стоит, перед вами стоит Вселенная. Посмотрите, головной убор. Это купол неба со звездами. Земная жизнь, подземная. А это граница раздела миров. А когда художник или мастер начинает украшать узорами, а у нас геометрическая форма узора, он оживляет этот мир. И рисунок на нашей вышивке говорит, какой характер у мужчины, сколько детей у этой женщины, где живет семья в поле, на реке, в лесу и так далее. Мои дорогие, о многом может поведать чувашская вышивка. Ну, а солнечная чуваша, видите, как замерзли девушки. Солнечная чуваша подтверждает свою солнечность еще и головными уборами. Посмотрите на головные уборы девушек. Пухья называется. Оттуда с неба, вы видите, солнечные диски перед вами. Итак, если солнце по диагонали же, это радуга. Радуга в зеркальном отображении, это диск солнца. А у нас чуваши говорят, увидел дорогого гостя. Сделайся для него солнцем и выбейте к нему навстречу. Вот как сегодня, да, раз там нет. Ну, а солнце чуваши, это мама. Если слово мама написать печатными буквами по-русски, французски, немецки, английски, согласитесь. Нет, 400 давал, говорю, 2000 потом, отдам цевер, чтобы ровную щетку. Иди к другу, который сегодня сходил. Материнское сердце. А если легким движением руки девушкой поднимут сердечко вверх, это крыша родного дома, которую охраняют материнские руки. И у нас говорят, челек, войди в мой дом. И вот мы сейчас и войдем в этот дом, мои дорогие. Вы мне скажите, какую русскую игру напоминает композиция? Ручей йока. Это по-русски. А вы находитесь в чуваши. А в чуваши, видите, геометрическая форма узора. То есть если создать радугу в чувашской высшемке, да вот она перед вами, радуга. А у нас говорят, народе, кто сквозь радугу-дугу пройдет, тот молодость найдет, счастье обретет и здоровым будет. Поэтому на экскурсионную программу, мои дорогие, мы с вами не пойдем, а потечем, как Волга-реченька. Вы видите, взявшись парами, так, сейчас согреваемся, почувствуем, как течет даже Волга-реченька, беремся парами. Проходим, встаем следующим рядом. И поехали, не расходимся. Здесь радугой зажжется хоровод. И год любой под радугой пройдет. И на земле чувашская обретет любовь. Тепло, да, искреннюю ласку. И, конечно, незабываемые чувашские краски, мои дорогие. Посмотрите, как течет непрерывно. Река, мощную реку мы с вами создали. Туристов теплохода Герцена на чувашском земле. Посмотрите, а самое главное, как мы сейчас утекаем от воздуха теплохода в правильном заправлении. Ведь, посмотрите, Саша уже говорит вперед. И ваш экскурсовод, вот, пожалуйста, перед вами. Елена Арестовна Сталинкова. 38 лет она проводит экскурсии по нашему городу. Доцент кафедры экскурсовения Института туризма и сервиса. Очень много экскурсионок маршрутов. Работал этот замечательный человек, который сегодня является вашим экскурсоводом. И вы посмотрите, у них беленькая машина стоит. Это для вас, мои дорогие. Добро пожаловать в Чебоксары. Добро пожаловать в Чебоксары. Добро пожаловать в Чебоксары. Добро пожаловать в Чебоксары. Продолжение следует... Продолжение следует...